Седьмой год подряд на базе Танково-инженерного института Министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта организует палаточный лагерь «Шанс». Около 200 подростков из 13 районов Омской области проводят неделю в полевых условиях, знакомятся с азами военного дела, учатся обращаться с оружием, тренируются в строевой подготовке. Участвуют в спортивных соревнованиях, культурно-массовых мероприятиях. Занятость стопроцентная, но не потому эту смену считают особенной. Контингент подростков специфический. Эта смена собирает особенных детей. Детей, у которых есть какие-то трудности. Трудности в общении, трудности, какие-то жизненные препятствия они испытывают. Есть дети, которые находятся в конфликте с законом. И поэтому на базе лагеря «Шанс» открыта эта смена. Организаторам очень важно дать ребятам возможность получить от взрослых за время смены разностороннюю помощь. Подросткам на дружеские встречи приезжают ветераны боевых действий, представители молодежных движений. В лагере работают психологи и социальные педагоги. В игровой форме или в беседе по волонтерскому принципу «равный равному» подсказывают они ребятам с непростой судьбой, как искать выход из сложных ситуаций. Я думаю, что это положительный результат в любом случае приносит. И опыт показывает, что такие подростки всегда справляются и их снимают с учета и в комиссиях по делам несовершеннолетних, и в органах внутренних дел. Некоторые мальчишки приезжают сюда и второй, и третий год подряд. Такие, как Денис Гунин. Год назад он еще был в разряде трудных. В его послужном списке не один привод в милицию. Но, говорит Денис, это все в прошлом. В этом году он приехал в лагерь уже не по настоянию участкового инспектора, а по собственной воле. Армейская жизнь привлекает, полевые условия. Вся вот эта обстановка мне очень нравится. Потому что здесь все по порядку, здесь не дается свободного времени. К примеру, то, что в городе при свободном времени есть шанс выпить, что-нибудь покурить, а здесь такого шанса просто не предоставляется. Он даже мечтает теперь поступить сюда, в танковый институт, стать военным. Ему хочется быть похожим на этих подтянутых ребят в армейском камуфляже. Денис провел экскурсию и рассказал, как проходит обычный день в лагере. Утром на занятиях курсанты обучали ребят собирать и разбирать автомат, работать с рацией. А после обеда, взвод на взвод, мальчишки играли в футбол. Вот моя палатка. Мы живем пятером, ну, очень дружно. С нами еще живет воспитатель. Ну, и так в каждой палатке. Ну, никогда не ругаемся постоянно, вот с ребятами ходим вместе. Местную столовую ребята тоже хвалят. Пятиразовое питание, овощи, фрукты, печенье, конфеты, добавки сколько хочешь. Только дисциплина армейская. Но никто не жалуется. Понимают, это настоящий мужской быт. Каждый день подъем, зарядка, кровать заправляем. Все строго. Ну, чтобы кровать заправлять. Мне все не нравится, придется перезастилать. Каждое лето в оздоровительных лагерях Омской области отдыхают две тысячи подростков группы Риска, которые состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Финансирование таких смен идет за счет областного бюджета. Родителям путевки ничего не стоят. Но организаторы уверены, что если всего лишь часть подростков откроют для себя что-то новое и воспользуются этим шансом измениться к лучшему, то все вложения и усилия не будут напрасны.